Вы решили создать свой первый сайт на WooCommerce, на WordPress, но теперь перед вами задача найти качественную тему, внешний вид, шаблон для вашего интернет-магазина. Как подойти к этому вопросу? Ведь нам нужно не просто, а бы какой-то шаблон, который нам понравится. Нам нужен шаблон, который будет поддерживать разметку WooCommerce. А это карточка товаров, это корзина, это страница оформления заказа, страница сравнения товаров и другие моменты. Как это все учесть, как выбрать красивую и в то же время быструю тему, чтобы сайт открывался быстро, максимально быстро на мобильных устройствах, чтобы мы с вами не теряли клиентов из-за долгой загрузки страниц. Где взять качественную бесплатную тему? Где взять качественную платную тему? Подробности в этом видео. Меня зовут Федор Васильев. В прошлом видео мы с вами установили WooCommerce на WordPress. Это урок номер 2. В этом видео я хочу рассказать о том, где взять тему, как подобрать, какие источники, что учитывать. Первое, где вы можете посмотреть тему, в админке вашего сайта WordPress. Здесь вы можете перейти в внешний вид темы, нажать добавить. И увидеть, так сказать, репозиторий. Конечно, вы должны быть подключены к интернету, чтобы видеть все эти сайты. То есть вот эти все шаблоны, миниатюры, это незагруженные элементы, незагруженные темы на вашем сайте. Это, по сути, вид из интернета, так сказать, репозиторий, где эти темы, то есть отсюда вы видите кнопки, можете установить или просмотреть. Для совсем новичков информации, чтобы вы понимали, нельзя взять абы какую-то тему, если вы используете какие-то специфические плагины, типа интернет-магазина. Так как у нас есть разметки карточки товара. Обычный шаблон может просто не показать или будет криво все смотреться. То есть это кнопки, корзина, купить в один клик. То есть нам нужны темы, которые заточены под WooCommerce. То есть которые соблюдают разметку специфических страниц. Корзины, сравнения, добавить в избранные страницы оформления заказа, карточка товара, список категорий товаров. Вот это все специфические страницы. У темы должна быть поддержка. Если вы все же нашли подходящую тему, которая вам нравится, которая полностью устраивает, вы должны на сайте разработчику убедиться в том, что она действительно поддерживает плагин WooCommerce. Вот это первый момент. Второй момент. Новичок может найти даже коммерческую платную тему. Казалось бы, все в ней есть, куча настроек, но она может быть тяжелая. То есть с этой темы ваш сайт будет тяжелый. И здесь нужен некий опыт при выборе шаблонов. То есть нам желательно сразу определиться, чтобы потом не дергаться, найти подходящую тему. Поэтому я буду показывать темы, исходя из самого важного, что нужно всем сайтам. Это быстрая скорость. И начну я с бесплатного шаблона. Это тема Astra. Она имеет как и бесплатную, так и платную версию. В платной версии просто есть дополнительные интересные плюшки. Сейчас вы находитесь вот, можете вбить просто в интернете, в Яндексе Astra для WordPress. И здесь прямо официально скачать эту тему. Посмотрите, поюзайте, может быть она вам понравится. Вот как здесь видите, я говорю, поддерживает тема WooCommerce, Yoast SEO, Elementor. То есть вот вы, если выбрали тему, вы должны убедиться, что ваша тема действительно поддерживает WooCommerce. То есть сейчас я вам не просто говорю, а действительно могу рекомендовать эту тему. Она действительно быстрая, но при этом у нее достаточно богатые настройки, чтобы очень гибко можно было все настроить. Из бесплатных особо больше мне выделить нечего. Вы можете просто в интернете поискать, если вы ищете действительно бесплатную тему, у вас нет денег. Из платных я сразу рекомендую тему Bono. Очень быстрая тема, разработчики русские, вся тема на русском языке. То есть это будет русская поддержка. Платить нужно только один раз. Вот краткие преимущества. Об этом у меня был совсем недавно видеообзор об этой теме. Если она вам нравится, хотите ее изучить, смотрите мои предыдущие уроки. Также в интернете можете вбить в WP Shop или в тема Bono для WordPress. Я же предоставляю скидку 15%. Если вас эта информация заинтересовала, на моем сайте можете перейти в блог или в поиски, вбить Bono. Нажать Enter. И вы увидите статью, где увидите видео и получите... То есть просто перейдите по этой кнопке и сразу применится промокод скидка. Это если вы готовы купить эту тему. Вернемся в админку репозитория WordPress. Как здесь пользоваться? Здесь обязательно нужно нажать фильтр. Вы, конечно, можете посмотреть тут свежие, популярные. Но опять же, чтобы узнать, какая тема поддерживает WooCommerce. Вот, например, Aster. Вам нужно заходить там подробнее, смотреть. Проще сделать. Нажать сюда фильтр. И здесь выбрать магазин. И нажать применить фильтр. Допустим, глядя на миниатюру, вас заинтересовала какая-то тема. Этого недостаточно. Вы нажимаете описание. Видим, что все на английском. Не торопимся ее установить. Нажму назад. Нам бы нужно попасть к разработчику. Например, перед установкой хотите посмотреть на демо-шаблон. Вот, смотрите, описание. Вот здесь вот у каждой темы, в принципе, должна быть ссылка на демо. Вот я ее скопировал, вставил в браузер. Вот так вот выглядит демо-шаблон. Бесплатный вроде как для WooCommerce. То есть, выбор на самом деле очень большой. Можно долго сидеть, выбирать. Но я все-таки рекомендую, если эта тема не астра, то лучше выбрать какую-то коммерческую тему. Как правило, в коммерческой теме есть все максимальные плюшки, которые могут вам понадобиться. Поэтому нужно выбирать. Но это еще такой малый выбор. Сейчас я вам покажу, если вы не знаете. Самый, по сути, главный ресурс в мире. Один из главных – это Envato Market. Можете просто в Яндексе вбить, прям по-русски написать Envato Market. Вот его название, вот его логотип. Вам нужно попасть на эту страницу. Здесь как бы общий магазин разработчики, ведущие всего мира под разные платформы. Пилют шаблоны, плагины. Здесь только платные у нас. И выкладывают здесь, продают. То есть, один общий магазин для разработчиков всего мира. Здесь вот на главной странице, по сути, сайт – это temforce.net. Называется он Envato Market. Здесь сразу мы видим e-commerce templates. То есть, это, по сути, что нам нужно. Или WordPress темы. Если я нажму e-commerce templates, то есть, нужно понимать, как пользоваться здесь вообще этим сайтом, как пользоваться фильтром. То есть, тут будет простая регистрация, если вам тема какая-то здесь понадобится. Регистрируйтесь, темы примерно стоят до 60, до 70, максимум до 80 долларов за одну тему. Опять же, вы покупаете подписку. Пока подписка активна, вы пользуетесь этой темой. Подписка обычно может быть на год или на полгода. Здесь, когда вы вот так вот перешли в e-commerce, увидеть вот такие вот всплывающие менюшки. Здесь увидеть WordPress и перейти под WordPress e-commerce. Вот он, смотрите, WooCommerce. Кликаю сюда еще WooCommerce и попадаю, по сути, на фильтр, где у меня идет сортировка. Вот здесь вот это видно, WordPress, e-commerce, WooCommerce. Зачем я это показываю? Чтобы вы понимали, мы должны увидеть темы, которые имеют разметку для WooCommerce. То есть они созданы именно для WooCommerce. Обязательно, только так. Просто понравившаяся вам тема, она может просто не подойти. Внешний вид поплывет у нее, потому что я уже говорил об этом, что нужна специальная разметка. Как действовать дальше? Когда вот вы отсортировали, да, вы просто просматриваете. Вот это все миниатюры идут. Цена сразу видна. Смотрите темы. Внизу здесь также есть постраничная навигация. Если здесь недостаточно, видите, 1, 2, 3, переходите. Если какая-то миниатюра зацепила вас, хотите более детально ознакомиться, здесь вот есть превью. Например, вот эта тема, да. Нажимаем превью. Мы попадаем, по сути, на страницу этой темы, где как бы рассказывают. Видно, что здесь имеется конструктор некий. И все-все преимущества здесь расписаны. Они на английском языке. Если вы английский не знаете, то вы можете открыть этот Envato Market через браузер Google Chrome. Этот браузер переводит страницу на русский язык. Если он не переводит, то в пустом месте правой кнопкой мыши вот так кликните, и здесь будет у вас контекстное меню перевести на русский. В общем, здесь что нужно понимать? Вы должны смотреть преимущество, найти кнопку демо. То есть сейчас мы видим просто преимущество. Это не демо-магазин, да. Видеть, какие входят шаблоны, то есть именно встроенные макеты, так скажем. Или можете кликнуть вот сюда по миниатюре. Здесь вот есть Live Preview. То есть вот сразу здесь вы видите, если тема вам понравилась, можете купить 59 долларов. Она стоит. Здесь тоже также ниже есть преимущество. Просто нужно вам попользоваться, если вы здесь впервые, посмотреть. Но вы должны понимать, какой есть недостаток у тем, которые у нас заграничны, так скажем. Как правило, они не рассчитаны на русские социальные сети. То есть если внедрены какие-то кнопки, и вам они важны, социальные какие-то интеграции, то, скорее всего, не будет ВКонтакте одноклассников и подобных русских сетей. Потом, скорее всего, тема будет не переведена на русский язык. А это уже сильный недостаток. То есть будет достаточно проблематичнее настроить, если она не на русском языке. Следующий момент. Если вы обратитесь в техподдержку, вам придется им писать на английском языке. То есть придется пользоваться переводчиком, чтобы им написать. И потом ихний ответ переводить на русский, чтобы понять, что они ответили. И машины перевод, бывает, переводят не совсем качественно. Иногда смысл теряется, и вы не можете понять, что вам ответили. То есть вот такие моменты, недостатки вы должны учитывать. Если все же после этого видео эти критерии вам важны и EnvatoMarket вам не подходит, потому что вам нужен русский язык, вам нужен русский перевод, вам нужны русские социальные интеграции. Просто возьмите Яндекс и вбейте русские разработчики для WordPress. То есть вот этот вот сайт WPShop, он не единственный. Если тут вам тема не подошла, для интернет-магазина она здесь всего одна, боно. Другие темы, ребут, journal, root и так далее, это все уже не подходит под авукомерс. Это блоговые темы, журнальные темы. Просто поищите, потому что WordPress такой большой, популярный. 40% сайтов всего мира используют WordPress, и на него очень много создано всяких плагинов, тем, хуков, там, всего что угодно. Возьмите Яндекс, если Google удобнее, возьмите Google и поищите русских разработчиков. Главное, изучите сайт, который вам понравился. Дело в том, что сайт бывает уже не поддерживается, шаблон, тема. Разработчики редко выпускают обновления, отвечают долго в технической поддержке, а это тоже важный критерий. Поэтому я не могу рекомендовать кого-то еще. Рекомендую только вот WP Shop, отвечают в принципе быстро. Техподдержка русская, темы качественные, быстрые темы, все оптимизированные, все как надо. Ну а лучше, самый идеальный вариант, если у вас есть бюджет, также можете и WP Shop заказать. Вы можете заказать тему индивидуальную для себя, для вашего магазина, уникальную, которой нет ни у кого, чтобы внешний вид был уникальный. Такую тему можно заказать с нуля под ваш магазин. Естественно, это совсем другие цифры. Естественно, это будет очень недешево. Но если бюджет есть, я рекомендую заказать тему у профессионалов с нуля на заказ. Я думаю, вот в этой информации, в этом видео я дал вам приблизительный ориентир, как двигаться, как искать правильно, хорошую, профессиональную, качественную тему для вашего профессионального интернет-магазина. И как я говорил в начале данного курса, то что на протяжении всего курса я буду использовать тему Bona. На моем демо-сайте эта тема не установлена. В этом видео заодно посмотрите, если кто не знает, процесс установки темы, которую вы купили. То есть, которая устанавливается не через репозиторий, а вот через загрузить тему. То есть, внешний вид темы загрузить, увидим вот такое вот окно. И файл zip, который вы скачаете тему после покупки, нужно выбрать с компьютера здесь. На компьютере нахожу данный архив, весит он всего 744 килобайта. Выбираю архив, открыть и нажимаю установить. Вы увидите вот такое вот окно с текстом извлечения файлов, установка темы и тема успешно установлена. Тема не будет у вас нормально работать, пока вы не активируете, так как это платная тема. После покупки вам будет выдан специальный в личном кабинете промо-код, который нужно внести здесь на сайте в тему активировать. Видим ссылку активировать, я ее здесь нажимаю. Видим всплывающее окно, кликаю сюда. Естественно, я этот процесс показывать не буду. Здесь и так уже все понятно, дабы не засветить лицензионный ключ. Он уникальный, его никому давать не нужно, если вы, конечно же, купили на неограниченное количество доменов, чтобы кто-то не воспользовался бесплатно данным ключом. Просто копируйте из личного кабинета свой ключ, прописываете его в это поле и нажимаете сохранить изменения. После этого тема будет полностью у вас доступна, все настройки будут активны. Итак, я лицензию активировал. Тема доступна. Внешний вид темы. Вот она у нас бонул. Видно вот здесь вот пометка, что данная тема у нас активна. То есть она сейчас направлена на сайт. Вот эта тема, родная тема, и вообще все темы, которые здесь будут у вас вместе с WordPress установлены, их лучше удалить. Это дополнительная нагрузка, чтобы оставалась одна тема, которую вы используете. И если я обновлю фронтальную часть сайта, то, естественно, внешний вид у нас все поменяется. Теперь у нас активна тема бону. Продолжим с вами в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!